Всем привет! С вами Puzzle English, я Оля. Не секрет, что идиомы делают разговорную речь интересной и экспрессивной. И сегодня предлагаю вам немного погрузиться в колоритный мир устойчивых выражений, в основе которых используются цвета красный, синий и зеленый. Начнем с самого активного красного цвета. Первая идиома – see red – означает разозлиться, приходить в ярость, терять терпение и самообладание. Например, Когда я слышу о жестоком обращении с животными, меня это приводит в бешенство. See red – обозначает сильную эмоцию, когда вас мгновенно что-то злит, только при одном упоминании. Вот еще пример. Как вы думаете, что означает идиома? Catch someone red-handed. Историки сходятся во мнении, что эта идиома возникла в Шотландии в 15 веке, когда она использовалась для описания поимки убийцы, на руках которого все еще была кровь. Сейчас caught red-handed имеет более широкий смысл – быть пойманным с поличным во время преступления или просто застать человека в процессе совершения чего-то плохого. Вот пример из фильма «Паддингтон 2». Здесь главный герой был пойман при совершении кражи. На очереди следующее выражение с красным цветом. Представьте себе ночной кутеж с огул, сопровождающийся танцами, музыкой, выпивкой, смехом. В общем, полный отрыв. Это и есть значение «paint the town red» – весело и шумно проводить время. Для краткости также выражение используют без указания цвета. Если вы в настроении выйти в город развлечься, можно позвать кого-то с собой. «Пойдем со мной вечером в отрыв». После безудержного веселья может прийти состояние уныния. Тогда воспользуемся синим цветом для обозначения печали. «Сегодня мне грустно». Наверняка вы знаете о таком стиле в музыке, как блюз. Он передает именно это – меланхоличное и грустное настроение. Продолжим с синим цветом. На очереди отличная идиома «out of the blue». Когда что-то происходит неожиданно, непредсказуемо, берется из ниоткуда, как гром среди ясного неба, это как раз «out of the blue». Новость стала для меня большим шоком. Она пришла совершенно неожиданно. Вот еще пример неожиданных событий. Следующая идиома «once in a blue moon» используется для того, чтобы подчеркнуть событие, которое происходит очень редко или оно вовсе маловероятно. Например, «A thing like that only happens once in a blue moon». Подобное случается очень редко. «Once in a blue moon». Переходим к идиому с зеленым цветом. Как и в русском языке, в разговорной речи «зеленый», так и в английском «green» означает «молодой», «неопытный». Например, Следующую идиому будет проще запомнить, если выстроить ассоциацию с зеленым светом светофора. Означает «давать разрешение кому-то сделать что-то». Вы можете приступить к операции, если он даст вам зеленый свет. Последняя идиома на сегодня – это «green thumb» в США или «green fingers» в Великобритании, буквально «зеленые пальцы». В значении умения выращивать растения. Это уникальная способность, при котором все, что человек не посадит, бурно растет, расцветает, зеленеет, колосится и вызывает зависть соседей по огороду. У моей мамы талант к выращиванию растений. Ее розы всегда в цвету. С твоим талантом к выращиванию растений ты сможешь озеленить пустыню. Итак, друзья, мы разобрали идиомы с использованием красного, синего и зеленого цветов. Расскажите в комментариях, что может заставить вас «see you red», что вы делаете «once in a blue moon» и есть ли у вас суперспособность «green thumb». Пока-пока!